Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Техмилл. С вами я, Артур Идиатуллин. Акции азиатского региона начали неделю с роста, предвещая позитивные итоги переговоров между лидерами США и Китая на саммите G20. Цен на нефть, воодушевленные итогами прошлой недели, продолжает восстанавливаться на фоне угроз новых санкций со стороны США против Ирана. Широкий индекс MSCI, включающий азиатские акции, кроме Японии, прибавлен на 0,2%, колеблется вблизи максимума 6 недель, достигнутого на прошлой неделе. Японский индекс НИКИ вырос на 0,1%. Китайские фондовые индексы CCI300 и Шанхайский композитный индекс предпочли дождаться итогов переговоров, прежде чем возобновить движение наверх. Европейские фондовые индексы оказались под давлением после вердикта, вынесенного в отчете ИФО, в котором ожидается ухудшение климата в корпоративном секторе и более слабый рост ВП, чем предполагалось ранее. Индекс ожиданий от ИФО снизился с 95,2% до 94,2% в июне. Фьючерсы на американский индекс ССД500 прощупывают окрестности круглой отметки 3000 пунктов, приводят на целых 23 сотых. Конец прошлой недели охарактеризовался закрытием длинных позиций по американским акциям, поэтому индексы завершили пятницу в отрицательной зоне. Стоит заметить, что стимулированный экономический акциям пришелся на акции защитных секторов, например, в телекоммуникации, компания, оказывающая коммунальные услуги. Поэтому предположение укрепления рынка на ожиданиях того, что понижение ставки сможет запросить за медление экономики, остается пока что спором. Индекс волатильности ССД500 в июне колеблись около 15 пунктов, это долгосрочная средняя. Инвесторы при этом набрали позиции как в облигациях, так и в акциях. Расхождение бенчмарка ССД500, который был здесь вмешан на 7 линии, и доходности по 10-летним казначейским облигациям США, это вот оранжевая гривая. Это расхождение продолжилось после заседания ФРС. Это говорит о том, что в основе ожиданий инвесторов на этих двух рынках лежат разные гипотезы о краткосрочном будущем американской экономике для фондов рынка. Это ожидание роста и для рынка облигаций, это ожидание замедления экономики, что в принципе толкает рынок фиксированной доходности вверх. Неясно, кто задастся первым, однако сближение ожиданий необходимо, так как рост обоих может происходить только на конфликтных сигналах. Ястреб в команде Трампа, вице-президент Майк Пенс, решил отложить запланированные речи в Китае, что укрепляет ожидания того, что стороны добьются прогресса в переговорах. Я напомню, что в октябре прошлого года Майк Пенс произнес такую пламенную речь, указав на ряд грубых нарушений в Китае, как в плане экономической справедливости, так и социальных свобод. Например, он заменил отсутствие свободного рынка, то есть конкуренции, субсидирования некоторых предприятий, некоторых индустрий, государственная слежка и злоупотребление правами человека. Трезвый взгляд на истинные причины противостояния между Китаем и США говорит о том, что стороны в лучшем случае придут к компромиссу в виде продления перемирия. Неприятной новостью, которая омрачает ожидание переговоров, стало сообщение китайской газеты Global Times, что американскую транспортную компанию FedEx, возможно, несут в список ненадежных организаций, что эффективно означает те же самые последствия для бизнеса FedEx, как и для Huawei в США. В пятницу Департамент коммерции США сообщил, что в черный список добавлены технологические компании, работающие на Минобороны Китая. Они не смогут закупать оборудование американское без разрешения правительства США. Глав ФРС Джереми Пау, возможно, поделится дополнительными подробностями о позиции ФРС в вопросе ставок. Во вторник выступая с речей, посвященной экономическим прогнозам и монетарной политике. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.